Девушки отдыхают Сбор для меня как тренера сам не важен Девушки отдыхают Сбор — это подготовить себя к чемпионату. Для молодого футболиста, конечно, это шанс, чтобы показать себя в основной команде. Есть дом, да? Ты устроил дом. И там есть вот этот фундамент, чтобы держать это. Это наш фундамент, чтобы держать наш уровень и силу на весе. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Концентр А.Семкин В первом году была возможность построить модель игры методологически, от начала до конца. Тоже готовить команду физически, как надо, и все это делали за шагом так натурально, как надо. Так мы сделали, методологически от начала, от простых вещей, потом усложнили ситуацию, потом анализирование товарищеских игр. Нормально первая и вторая, они не были ни близко к тому, как нужно играть. Там было много коррекций, но на следующем тренировке, потом и следующем игре мы двигались дальше, было меньше. Это один процесс, который нужно, чтобы игроки тоже с 100% концентрации и головы были вместе в этом процессе. Футбол – такая игра сегодня, что не поменялась, чем 20-30-40 лет назад, когда это было просто так, так делали и так. Сейчас надо читать ситуацию на поле, надо с многим мозгом играть и много концентрации. У каждого тренера свой подход, свои тренировки. Первые сборы я практически провел индивидуально, не практически, а индивидуально. Сейчас уже какие-то полноценные упражнения. Это интенсивности больше стало и быстроты. Требует все делать быстрее, 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 быстрее. Тактика и стандартные положения. У нас не было много бегового работы, так сказать. Нормально есть, особенно на первом сборе, но не так много. Я уверен, что все можно сделать через мяч, через разные игры и разные методы тренировки. И так просто говорили, узнали, смотрели, там есть параметры, которые постоянно смотрим каждый день. И так, что это? 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 Не, не, вот. Что это? Не, не, вот. Неправильно надписи, смотрели. Мы почувствовали, что это трудно, устали один момент, но это просто все связано. И мне больше нравится всю жизнь, что не потерял время на неспецифическую работу. Тренер сам придумывает. Каждый тренер делает заготовки перед сборами. Что мы будем делать, что мы должны хорошо делать, что мы не должны делать. А на теоретическом занятии мы занимаемся, как бы, мы там не смотрим кого-то, каких-то там команд, там, Ливерпуль и еще что-то. Бывает отрезки, нам показывают, как надо действовать там все одно. По большей степени мы отталкиваемся от своей игры. Как бы мы смотрим, допустим, играли с Краснодаром, смотрим эту игру и там показывают, что было хорошо, что было плохо. Что было плохо, не надо повторять, а что было хорошо, надо закрепить. Я обращаю внимание на то, как команда прогрессирует в руках Маркова. Потому что, как я говорил, сейчас у нас прошло время, он приехал, было много изменений в составе. И менял тренинг, другая философия работать со всем. И вот этот период нам нужно адаптироваться в 70. И сейчас у него было очень мало времени, чтобы с нами работать. Сегодня у него сейчас есть время. Это сбор. И это уже видно. Я, как был с начала до сейчас, я уже могу видеть много изменений в команде. В плане тренировок, как все, все, все очень-очень серьезно относятся к каждой тренировке. Что происходило здесь, это очень хорошая работа каждый день на тренировке. От первого сбора жесткая работа, потом хорошая, хорошая атмосфера, рабочая атмосфера. А потом стали игры быть, и каждая следует лучше, чем предыдущая. Так с этим я доволен. И так мы построили, только могу так сказать, я так уверен в футболе. Если сделаешь все, тогда можешь надеяться, что будет сезон, все хорошо. А если не сделаешь, тогда там ничего, чему можно надеяться. Думал, что уже наконец начнем тренироваться на футбольном поле. Это раз. В хороших условиях. Это два. И на хороших полях. Потому что в Москве в декабре я уже потихоньку начинал бегать. Ужасные были условия. Сами понимаете, погода, поле. И вот сюда я ехал с такими мыслями, как бы побыстрее надеть бутсы и выйти уже на футбольный поле. Тяжело психологически было. Особенно в тренажерном зале тяжело было все это время. Но не все это время, но первые три месяца как бы быстро довольно-таки пролетели. А вот потом уже такая нудная работа началась. И поэтому я хотел уже как бы побыстрее уехать с командой на сборы и быть поближе с командой. Потому что в зале-то я практически занимался всегда один. Поэтому мне хотелось как можно быстрее. И тренировался я дольше. Потому что я знал, что когда я уже привлечу на сборы, мне надо будет уже тренироваться на футбольном поле. Трудно, трудно игрокам, когда не тренирую, но это тоже часть футбола. И они должны быть, как сказать, яркие в голове, психологически жесткие и готовы. И готовиться в этом моменту, когда буду назад с командой. С первого дня, как я только получил травму, я не чувствовал себя одиноким. Я как бы понимал то, что я часть команды. И такого не было то, что я один в зале. Но все равно, когда кто-то был, кто-то приходил там, хотя 30-40 минут, всегда были кто-то в зале. Но это уже, понятное дело, в отпуске никого не было. Вот так. Мечтаю побыстрее вот уже выйти, хоть 10-15 минут сыграть. Никто меня не потерял, скоро вы меня увидите уже на футбольном поле. Поэтому Марко, что он мне сказал, как ты посчитаешь, что ты уже будешь готов. Я жду тебя на футбольном поле. Мне этого достаточно. И, то есть, терять никто меня не потерял. Я был с командой. Мы всегда друг друга поддерживаем. В любых ситуациях, травмированный ты, нетравмированный. Но у нас такой коллектив, потому что никто не считает себя каким-то одиноким. Мы все в одной лодке, мы одна команда. У нас есть много травмированный игроков, которые долго не с нами. Как Баринов, который только частично вернулся к нам. Так, Смолов, который уже три месяца не с командой. У нас была операция. И то же Антон Миранчук пропустил весь збор. Так, они должны забирать форму. И бить себя за свою позицию команды. Появилась группа игроков, которая использовала себя очень хорошо в этом збору. Они просто заслужили доверие не только Майону, но и доверие команды. Смолов. Мысли были поехать и показать себя, что я готов и могу играть в основной команде. И самое главное – это прибавлять и развивать себя как футболист. Сбор Сосновы – это возможность показать себя и прибавлять с каждым днем. У каждого, я думаю, все нормально. Там Сильянов, Мухин. Мухин вообще вот в основном составе наигрывается. Мы очень рады за него. И хотим, чтобы он играл и показывал себя только с лучшей стороны. Для молодых, они должны понимать, что это шанс, чтобы они показали свой уровень. По технику, по футболу, по физическому. И у них сейчас есть такая возможность. Я вспомнил, когда у меня был не первый сбор, но почти первый сбор из команды. Потому что до этого у меня была травма. Это было в Австрии. И это было как последнее. Мое тело было, это будет последнее. Потому что последний шанс, чтобы я покажу, кто я такой. Потому что это никто не знал. И никто меня не доверял. И я это делаю. Но я считаю, что они не должны думать ни на чего. Просто работают каждый день серьезно. И доверять в себя. Показать для тренеров, что они тоже могут играть в новый состав. Потому что это шанс, который не бывает для всех. Я думаю, все подсказывают, советуют. Но больше всего, наверное, Чарли с нами. Он как капитан, он как самый опытный. Подсказывает, помогает, шутит где-то. А так в целом все помогают. Я с ним разговаривал после первого сбора. Когда мы выиграли последнюю игру. Я ему сказал, что первый тайм ужасно ты сыграл. А во втором тайме ты сыграл хорошо. Как бы я собрал. Я с ним в комнате вдвоем разговаривал. Как он это играл? Вроде он сказал, что он понял. После этого матча вы сразу начали брать у него интервью. Ты сегодня был такой в порядке. В инстаграме его лично выставили. Я считаю, что это не надо делать. И надо просто держать человека в тонусе. У него есть хорошие качества. Их надо только развивать. А то, что вы пытаетесь сделать акцент Иосиф, Иосиф, Иосиф. Этого и этого не надо делать. Потому что у человека может поехать голова. И скоро не увидите его. Дима все правильно сказал. Что нужно работать над собой каждый день. И не ловить звезду. И о себе мнение не возвышать. Может быть, какое-то внимание есть. Может быть, он про это говорил. Я не думаю, что он считает, что я себя как-то так веду. Он должен понимать, что в этом мире футбольном, если ты хочешь быть топ-футболистом, ты должен сначала хорошо относиться не только с этой ситуацией, но и со всем. Есть много еще ситуаций, которые мы должны обратить внимание, которые важнее, чем это. И поэтому Иосиф, да, талантливый футболист, конечно, это не зависит от того, как вы будете интервью дать. Это зависит много от нас, которые с ним каждый день на поле. Много от тренеров, от руководств. У молодых футболистов есть одна вещь. Они так чуть-чуть, как это сказать, как сумасшедшие, так амбициозные. Я их и не считаю дальше так молодыми футболистами. Мне непонятно, зачем так считают люди игрока от 19 или 20 лет здесь. Поэтому это, я говорил об этом много раз, это для меня вообще не важно. Если игрок 36 лет, а он качественный, и будет играть. Если 18, 17, а качественный, и может играть, будет играть. Если домашний, супер, будет играть. Если иностранец, будет играть. Просто кто лучше это будет играть. Это правда в футболе только на поле. Добавили много. Я счастлив, очень счастлив для них. Они должны нормально это принять. Нормально, что я буду сказать сейчас. Я об этом постоянно говорю с ними. Поддержка есть одна. Но они должны это показывать каждый день. Там есть маленький вратар Худьяков 2004 года. очень интересный потенциал для будущего. 194 лет. А только в 17 лет сейчас. И день рождения я был несколько дней назад. Очень много добавил Иосифов. Они все долго тренируют с нами. Шесть месяцев. Они адаптировали себя к команде. Я их читаю игроками основания. Они могут бегать много. Быстрее, интереснее. Там есть смухин, который постоянно играет. И будет играть, если так продолжает. Нормально надо убирать там ошибки перед своим штрафным. Но много качеств в этом есть. Много добавил Сильянов. Очень интереснее. Я говорю все о ребятам, которые 2001 года. Много добавил Николай Титков. Много добавил тоже Миша Агеев. Туда и Артур Чорни. Это одна большая группа. Я говорю все о ребятах 2001 года. Нужно себя показывать в контрольных матчах с лучшей стороны. Чтобы тебе дали потом в официальном матче шанс. И ты уже должен все показать. И все будет. Он не может относиться к этому мячу. Игра. Как контрольный мяч. Он должен относиться к этому официально. Если бы он хотел играть снова в составе команды. Он должен так относиться. Но я когда был на него в рост. Я так относился. Потому что у меня был фокус и цель. Играть снова в клуб. Я не хочу об этом говорить. Потому что все зависит от меня. Как я себя буду показывать. Но я буду работать каждый день. И дай бог что получит. Играть. 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 У нас была задача. Поэтому и было так много игр. Чтобы у каждого футболиста. Который у нас есть на этом сборе. Было как минимум три игры полностью. 90 минут. Натальными играми. Играть за татуарищевские игры. Я возникал несколько раз веществе. Несколько раз. Сер��но комендировать. Но внутри команды. Нормально комендировать. Нормально. Нормально. Но результат тоже важен, есть товарищеские игры, он не важен потому что не приносит очков, но важно что приносит уверенность. Давай, давай, вспоминай стандарты, вспоминай! Добавляешь уверенность в каждой хорошей игре, не важно ли она товарищеская или официальная. По этой причине это важные результаты. Не добавляешь очков, но добавляешь уверенность, добавляешь хороший амбийент, чтобы двигаться дальше, работать дальше и это добавили. Так надо, как сказал, продолжить дальше, особенно когда начинают официальные матчи. Ты уже оцениваешь себя в физическом плане, во всех компонентах и с этой игры ты и входишь в сезон, правильно? Потому что у тебя уже игры не будет и только чемпионат. Для меня результат не важен, когда мы играем в какой-то контрольный мяч, потому что это последнее, что мы должны обратить внимание. И сегодня я говорил, прогресс уже видно каждый день на тренировке. Хорошая работа на зад нас, хорошая атмосфера на зад нас. И так только надо продолжить каждый день, когда вернемся в Москву, потому что все будет по-другому, там минус 25, здесь плюс 20, там поля будут трудные, и в общем условия первых месяцев будут так, как в зиме России, так сказать. И не надо терять это, что заработали на этом збору, так сказать. И физически, и тактически, и психологически. Не надо терять это, когда будем назад в Москву, но надо продолжить дальше. Я думаю, что команда будет играть больше бегать, больше агрессивный футбол, больше на атаку, больше период, больше динамичный футбол, так сказать. А в конце самое важное, результативный футбол. У нас задача двигаться вверху таблицы и самые большие амбики в Кубку, в Русском Кубке. Как я сказал, отличную работу сделали здесь, но это ничего особенного не значит. Надо это показывать на официальных играх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин